Цивилизация дошла даже до Мацесты. Представляете, ребят, даже до Мацесты. Ну а как-никак, сегодня 21 век на дворе все-таки. И вообще, Хоста, Мацеста, Кудепста, Марина, ты о чем вообще? Что ты говоришь? Что это за заговор от ячменя, да? Вы хотите мне так сказать? Но я вам скажу следующее. То, что это не заговор от ячменя. И это не какие-то там непонятные слова для вас. Но для вас, может быть, они, конечно, и непонятные. А для меня они очень даже понятные. Ну и для некоторых зрителей они тоже понятные. Итак, где я сегодня нахожусь? А нахожусь я сегодня, дорогие мои друзья, на пляже Мацеста. Это муниципальный пляж. И я хочу вам сегодня его показать. Почему? Потому что немногие, конечно же, доезжают до этих пляжей. В основном, либо, может быть, у кого-то родственники здесь, где бесплатное жилье. Либо, может быть, каким-то образом им понравился этот район. Но я вам скажу так, что не все так печально. Не так страшен черт, как его молют. И даже в таких вот тихих, миленьких районах, как Мацеста. Хотя Мацеста, наверное, не особо-то и тихий район, я вам скажу. Потому что здесь тоже достаточно много достопримечательностей, которые вы можете посетить. Например, один из таких моих самых, наверное, любимых фаворитов. Это Огурские водопады, например. Это Орлиные скалы. Это, например, башня Ахун, в конце концов, с которой открывается великолепный вид. Вообще, на все побережье города-курорта Сочи и даже виден Сириус. А если присмотреться, наверное, кусочек Абхазии и чуть-чуть Красной Поляны. В общем, друзья, welcome to Mocesto! Итак, дорогие друзья, муниципальный пляж Мацеста вас приветствует. Вход, естественно, свободный. Купайтесь, кто хотите, но услуги немножечко платные. Итак, мы с вами идем 200 метров. Но прежде чем мы с вами пойдем, я вам хотела бы немножечко рассказать вообще о Мацесте. Вообще, это микрорайон города Сочи. От центрального Сочи она находится в 20 километрах. Мы выезжаем вот оттуда, прямо с этого дублера. Мы попадаем сразу на Мацесту. Либо мы проезжаем по Курортному проспекту и заезжаем на Мацесту. 10 километров до Хосты, 20 километров до центра Сочи. Те люди, которые отдыхали в Мацесте, они, наверное, помнят еще вот эту вот прекрасную дорогу, асфальтированную, да, вот этого тротуара. Этого всего здесь не было. Здесь начиналась при этом повороте, вот на этой развилке, здесь начиналась грунтовая дорога. То есть вот так, мы вот так ездили. Вот. А сейчас это где-то примерно, наверное, может быть с 22 года, наверное, вот так. Но уже года два точно, 100%. Здесь асфальтирована дорога, положили такой классный тротуар, брусчатка, либо плитка, как она правильно называется. Даже некоторые такие деревья посадили тут, елочки, пальмочки, елочки. В общем, как-то цивилизация потихоньку подобралась к Мацесте. В общем, давайте сейчас мы с вами пройдем на сам пляж. И я вам все буду показывать и рассказывать вообще, что можно здесь делать, а чего нельзя здесь делать. Самый главный плюс этого пляжа в том, что здесь есть огромная парковка. Вот я припарковала свой автомобиль. Значит, вы доезжаете до шлагбаума. Все, дальше дорога закрыта, перекрыта. Значит, что мы здесь видим? Во-первых, как видоизменился наш пляж Мацеста. Во-первых, это парковка, подъезд к пляжу. Здесь асфальтирована дорога. Здесь брусчатка, мусорки. На мусорках пакеты. То есть все как в лучших домах Лондона и Парижа. Елочка, пальмочка, пальмочка, елочка. Мусор, понятное дело, это сейчас здесь все приводит в порядок. К первому июня здесь будет все вообще просто шикарно. Дальше от шлагбаума мы видим, что здесь еще такая, вы знаете, как мелкая-мелкая крошка асфальта. Но все это будет к первому июня. Здесь уже будет асфальт. И когда вы приедете на отдых, то есть вы увидите красивый, замечательный пляж. Далее, здесь также продолжили тротуар, что очень-очень даже радует. Потому что когда здесь парковали машины, здесь постоянно машины приезжают, уезжают. И людям, по сути, ходили по дороге. Теперь им сделали прекрасный тротуар. Да не только людям, да, и мне это сделали. Мне даже самой приятно идти. Этот тротуар потом, я не знаю, продолжит. Вообще, по идее, должны продолжить. Здесь сделали, опять-таки, что из нового. Вы представляете, сделали вот такой мост. Это вообще суперклассно. Его тоже доведут до ума, доведут до такого умозаключения. Какой плюс от этого моста? То, что вы можете по другую сторону реки там поставить автомобиль, где в основном, ну, может быть, вы знаете, там ярмарки. Тоже была когда-то ярмарка, потом ее перенесли в Мацесту, туда немножечко поглубже. Там есть, конечно, автобусы. Что касается общественного транспорта, тоже есть плюс. К началу 24 сезона на Мацесту пустили еще один путь, рейс автобуса. Не знаю, как это правильно называется. На общественном транспорте просто не часто вообще практически не езжу. В общем, маршрут, новый маршрут, получается, семерка. Седьмой маршрут будет ходить и прям, конечно, будет здесь. Вы можете легко из центрального Сочи приехать и просто перейти через мостик. Даже вот для колясок, пожалуйста, для людей с ограниченными возможностями, да, сделали вот такое вот прекрасное вообще супер место. Когда-то, кстати, здесь стоял на входе сразу туалет. И люди бегали, представляете, с пляжа оттуда, бегали вот сюда в туалет, что было не очень так комфортно. Из плюсов, из нового. Что сделали еще нового на этом пляже? Сделали вот такой монолитный, представляете, как бы забор, да, будем так говорить, сделали его. Дальше здесь будет тоже такой настил. Этот забор тоже уже украсит где-то, может быть, ну, в начале июня. Его доведут до конца. Будет очень красиво, замечательно. Вот такие вот новенькие сбили уже настилы деревянные, по которым гости города и жители курорта города Сочи будут ходить своими ножками. Все это здесь, естественно, это так не оставят. Я хочу еще раз напомнить. Здесь раньше было, вы представляете, грунтовая дорога была. Далее. Здание. Вода, по-моему, ну, какая-то водонапорная, то ли какая-то там станция была. Ах, это все отреставрировали. Вы представляете, я вот прикреплю сейчас фотографию. Посмотрите, вот какое оно было раньше, какое было это здание раньше и какое сейчас. Его восстановили. Оно красивое. Посмотрите, какое. Сделали просто шикарное здание. И я вам открою небольшой секрет. Знаете, что здесь будет в этом здании? Здесь будет ресторан. Представляете, ресторан. Вот, кстати, сразу же, смотрите, какие настилы новенькие здесь сооружают. Сразу же. Видите, работа кипит. Вот просто кипит. То есть, понимаете, я почему сюда приехала? Потому что этот пляж, я его вообще помню еще, когда здесь вообще ничего не было. Когда здесь, когда здесь ничего даже не продавали. Здесь не было вообще даже шезлонгов. А на сегодняшний день, это, вот посмотрите, какое замечательное место. То есть, отдых в Сочи, он не заканчивается где-то, он не заканчивается где-то в центре. Но, и опять-таки, вернемся к стоимости аренды, да. В центральном Сочи стоимость аренды это будет достаточно так дорого. Там, например, от 7 тысяч рублей в сутки, да. А здесь вы можете жилье найти, я не знаю, ну, может быть, даже в два раза дешевле. Может быть. Я точно не знаю, но, опять-таки, вернемся к тому вопросу аренды, то, что если вдруг вам нужна будет квартира, либо какая-то комната, либо, не знаю, отель, либо апартаменты какие-то, обращайтесь ко мне, пишите мне в Инстаграм, либо в Телеграм, пишите. Я вам с удовольствием помогу. Я не занимаюсь арендой, но у меня есть, у меня подруга, которая занимается мою, так сказать, это как вторая я. Ее зовут Елена. И если вам нужен будет номер телефона Елены, она доверительный человек от собственников. То есть, она не риэлтор, она не берет комиссию с вас. Она представляет свои варианты, которые есть у нее конкретно. Если вам нужен будет номер телефона Елены, я вам с удовольствием его дам, поделюсь с вами контактом. И вы уже обратитесь к ней и арендуете жилье, которое вас интересует вообще абсолютно в любом районе Сочи. У нее есть варианты и в Сочи, и в Красной Поляне, и в Дагомысе, и на Мамайке, и в Хосте, и в Кудепсте, и даже вот здесь в Мацесте. В общем, пишите мне обязательно, и я поделюсь с вами контактом. Потому что, кстати, из плюсов, из плюсов, то что здесь вот проходит тоже железнодорожный мост, и здесь есть станция Мацеста. Здесь очень много останавливается поездов, ласточек. То есть, вы с любой точки города можете как приехать, так и уехать отсюда. Так, мы с вами пришли на вот такую вот развилочку. Здесь, естественно, нужник, нужник для всех. Это мужской женский туалет. Даже прошу заметить, здесь есть солнечные батареи, чтобы давали свет в кабинках. Далее, мужской женский, даже есть универсальная кабинка. Так, оно, наверное, конечно же, пока что закрыто, да. Пока что закрыто, потому что здесь ведутся работы, и все это, вот видите, облагораживает. Вон, кстати, едет, что у нас там едет, трактор или экскаватор, да? Я не вижу отсюда. Так, значит, здесь вот эта вот зелень, естественно, она все стоит пока что таким образом, потому что работы ведутся, техника ездит. Вот, смотрите, к первому июня, вот сегодня 17 июня, я снимаю 17 июня. Вот сейчас я вам покажу. 17 июня, время 11.53. Дальше, пальмочки, посмотрите, их тоже пока что все сюда снесли, в кучу их. Потом их, естественно, расставят по пляжу, и будет красота. Вообще, я вам скажу так, очень-очень много денежных средств потратили на все вот это вот дело. Этот пляж уже начал развиваться, знаете, наверное, где-то лет 9-10 назад. Он потихонечку-потихонечку набирал там свои обороты и развивался. И вот к сезону 2024 в этом сезоне он станет еще лучше. Далее, здесь будет такая более как свободная зона. Дальше вот здесь, видите, уже тоже немножко забетонировали, постелили, плиты положили. Здесь, опять-таки, стоит, сушится такой вот деревянный настил. И вот эти вот плиты, посмотрите, это тоже новые плиты. Их здесь не было. Все это сделают, все приведут в порядок. И здесь будет вообще супер-пупер красота. Вот эти вот два блока, этот блок и вот этот блок, здесь вообще раньше что было? Здесь была вот такая арка, знаете, как в Санта-Барбаре. И там было написано пляж Мацеста. Вот, ну, прикольная такая, знаете, как входная группа, классная, красивая. Ее пока что тоже демонтировали, но ее поставят, ее поставят, все сделают. То есть все будет к началу сезона, все здесь будет очень даже красиво. Здесь такие немножечко волнорезы, ну, не волнорезы, как они правильно называются. Ну, кстати, на них тоже прикольненько. Там какую-нибудь веревку можно зацепить и там нырять, нырять вверх-вниз, вверх-вниз. Здесь, значит, они делают такая, типа, как, я не знаю, как солнечные ванны, что ли, принимать, либо там еще что-то. Вот это вот САП-станция, серф-станция. Здесь будет САПы, можно будет арендовать САПы. Ну, в принципе, это было так и в прошлом году. Кстати, здесь очень даже круто, даже ценник, кстати, ценник гораздо-гораздо ниже, чем, допустим, в центре Сочи. Мы сюда тоже очень любим приезжать. Я люблю приезжать с друзьями. И мы здесь когда-то даже шашлыки жарили на самом-самом последнем полотне. И здесь прикольно. И прямо вот с этого места, я помню, как мы в прошлом году, в начале июня катались на катамаране. Вообще прикольно, там катамаран, я не помню, то ли 700 рублей, то ли 1000 рублей за 2 часа. Ну, короче, ты можешь уплыть просто, плавать, купаться в чистом, прекрасном Черном море. И вообще просто замечательно. Что касается входа в море, потому что все, вот у меня многие спрашивают, даже в личные сообщения, как вход в море там на пляже Жемчужина или на пляже там Приморский или там на Мамайке. И посмотрите, обратите внимание, то, что если здесь еще такая крупная камня, крупная галька, да, перемешанная с мелкой, то здесь очень-очень мелкая такая галечка. Смотрите, какая замечательная. Вот, то есть вашим ножкам будет очень приятно заходить в море. И самое главное, что это вашим детям будет тоже комфортно. Водичка, кстати, здесь уже такая, ну, прозрачненькая достаточно. Я бы не сказала, что здесь вода Моцесси какая-то другая, то, что она грязная, либо еще что-то. Но как вы все знаете, то, что очень много рек впадает в Черное море, точно так же, как и на Мамайке, да. Здесь тоже впадает в Черное море река, но, естественно, около реки там никто не купается. А здесь уже вода такая чистенькая. Дальше давайте пройдем. Значит, там медпункт. Очень много здесь кафе. Можно купить еду, что-то перекусить, выпить любой абсолютно напиток, как алкогольный, так и безалкогольный напиток. То есть здесь есть все, будет все. По крайней мере, вот я вам сейчас, вот обратите внимание, я вот сейчас какой я вам пляж показываю. И когда будет уже начало сезона, 1 июня, здесь будет совершенно все по-другому. Это все разровняют, все это сделают. Вы не будете, естественно, вот как я сейчас ходить по этим камням, по этой сочинской гальке, вы будете идти уже по цивилизованному дорожному настилу. Здесь такие всякие террасочки. Будете коктейльчики здесь пить. Вообще, пляжное полотно, оно достаточно, ну, широкое, нормальное. Здесь, хотя здесь набережной нет, но места для отдыха очень даже много. А если вы пройдете до конца, до конца я сейчас не пойду, но я сейчас примерно вот до последнего полотна дойду. Я вам хотя бы, так сказать, рукой вот так покажу, повожу и покажу вам, что вообще там можно делать. И там, кстати, уже делают, не то чтобы потом, они уже сейчас. Люди, что вообще, за что любят? Я тоже сюда очень часто приезжала, где-то 5-6-7 лет назад. Я сюда приезжала просто каждый день. Мне вообще нравится Мацеста. Она, во-первых, зеленая. Мне нравится то, что здесь, опять-таки, здесь есть, есть бальнеологический курорт Мацеста. Вот, кстати, ласточка идет, обратите внимание. Тихонечко идет, давайте помашем им. Привет, привет, привет. Вот, люди, очень приятно, когда я вообще радуюсь за людей, когда они приезжают в Сочи, они радуются. Вон, кстати, тоже кто-то машет. Вон, вот там, видите, кто-то машет. Вот, это очень круто, приветствовать их. И желать им добра. Потому что, знаете, я вообще сама по себе очень люблю добрых людей. Добрых людей, а не щедрых. Потому что это совсем разное. И вообще, когда ты делаешь добро, ты даришь добро, мир тоже тебе дарит добро. И это уже есть успех. В общем, ребят, значит, почему люди выбирают Мацесту? Потому что здесь есть бальнеологический курорт, куда люди приезжают подлечиться по путевкам. Их направляют, либо еще там как-то подробности я не знаю. Но многие люди приезжают сюда именно подлечиться. Здесь, кстати, есть еще в Мацесте бесплатные сероводородные ванны. Я тоже постараюсь в ближайшее время дойти. И мне вообще очень много планов показать вам разные всякие локации. Есть сероводородные ванны. Но, опять-таки, их, они бесплатные, да, доступ к ним есть. Но принимать эти сероводородные ванны нужно, опять-таки, по назначению врача. А не так, то, что вы пришли, там что-то покупались, а вдруг вам нельзя, понимаете? А вдруг еще что-то? То есть, очень много противопоказаний. Очень много противопоказаний, поэтому нужно соблюдать рекомендации врача. Итак, дальше. Здесь есть еще грязевые ванны, огурские водопады. О, смотри. Как я и сказала, орлиные скалы здесь есть. Огурские водопады. А, Змейковские водопады. Много-много всего разного. Все, помахали. Много всяких достопримечательностей. И люди приезжают на это именно сюда, на Мацесту, как на курорт. То есть, это не просто, знаете, как какой-то там забытой глуши, какой-то там мини-микрорайон города Сочи. Нет, он давно уже, даже этот пляж, он давным-давно не заброшен. Я поэтому сюда приехала не зря, чтобы вам еще раз напомнить о нем. То есть, чтобы там не толпиться и не тратить огромное количество денежных средств в центре Сочи, вот вам прекрасная альтернатива. Приезжайте на Мацесту. Это вообще шикарнейший пляж, шикарная вода. Вообще, вот посмотрите, какого, даже будем так говорить, зелененького цвета. Я не знаю, это даже с чем сравнить. Классный, классный пляж. Вот есть такие вот камушки, кстати, можно фотосессию даже провести. Очень шикарные. Посмотрите, какой гладенький камушек. Поэтому, чтобы не толпиться на центральных пляжах, вы можете приехать сюда. Итак, смотрите, вот у нас получается вот это полотно еще остается. И вот это, сейчас я сверху вот так пальчиком, опа, вот так покажу. Вот это полотно, последнее, оно также, оно все года оставалось более-менее типа диким. Если здесь, вот допустим, досюда где-то примерно, наверное, либо вот до вот этих камней, где спасательная типа вышка, да, будет все цивилизовано, будут шезлонги на солнце, в тени, по-разному, да. А здесь уже, то есть будет уже более-менее, так сказать, такая часть дикая, где не будет шезлонгов, где не будет ничего. Вы просто приходите, полотенчик, либо какую-то подстилочку, там покрывальце свое постелили, легли, отдохнули, свой зонт воткнули, поставили. Но я вам скажу еще из плюсов. Знаете, какой плюс? То, что на вот этом последнем полотне пляжном, там можно разводить костер и пожарить шашлык. И вам никто ничего абсолютно не скажет. А если вы придете в мае, видите, вот эту вот гору бревен, дерево, вы можете отсюда взять даже вот эти вот деревяшечки и их спалить. И будет очень-очень даже вам весело и круто. И вы хорошо время проведете со своими друзьями, родственниками, детьми. Даже приезжают, кстати, вот парень с женой, с ребеночком, они приехали с удочкой. Вот, пожалуйста, вы можете приехать, половить рыбу, например. Ну, пожалуйста, вам никто не запрещает. Вот, так что, ребят, приезжайте в Мацесту и наслаждайтесь, отдыхайте, собирайте вот такие вот прекрасные ракушки. Я, кстати, когда-то насобирала целый пакет ракушек на центральном пляже и отправила его в Барнаул своей подписчице, которая зовут Оксана. Так, и вот я ее очень часто даже вспоминаю. Можно, кстати, в Мацесте, я здесь очень много находила, собирала, собирала в свое время ракушек. Вот, смотрите, допустим, да, вот я еще нашла. То есть, если походить и вниз голову опустить, то можно много чего интересненького найти. А вообще, я, знаете, я на самом деле, я не люблю голову вниз опускать. Я всегда люблю смотреть, я всегда говорю, смотрите вверх, уберите. Идете вы даже по Сочи, но вы живете в Сочи, либо приехали в Сочи. Уберите телефон, ходите, смотрите вот вокруг на красоту. Приходите на пляж Мацесты, лежите. Просто пришли, сели, легли. Наслаждайтесь этим воздухом, этим запахом. Вот этим вот, знаете, как солевым раствором. Это же просто красота, просто красота. Приезжайте, отдыхайте на пляжах, ездите на экскурсии, поедьте в Абхазию, в конце концов. Кстати, с 1 мая запустили туристический поезд, по-моему, Сочи-Сухум. Да, кстати, массаж, табличка лежит. Массаж. Я вспомнила то, что здесь даже массаж будет. Вот они уже бунгало готовят. Кстати, вот такие бунгало тоже можно будет, частные такие бунгало, их тоже можно будет здесь арендовать. Поэтому, ну, замечательный пляж. Спасатели есть, все есть. Что вам нужно еще для прекрасного отдыха? Пляж вот делают, обустраивают, облагораживают территорию вокруг. Асфальт постелили, мост сделали, парковку, пожалуйста, назовите мне, вот, допустим, ну, даже я, понимаете, вот мне вот сейчас вот вспоминать, пляж с такой огромной парковкой. Просто аналогов нет. Если даже вы приедете на автомобиле, кто-то приезжает вдвоем. Может быть, муж и жена. Может быть, парень с девушкой. А кто-то ведь приезжает на автомобиле, откуда-нибудь там едет, я не знаю, там, с Барнаула, да, там. Кто-то едет 600 километров, кто-то 2000 километров, кто-то 3000 километров едет на море. Кто-то едет муж, жена и еще плюс ребенок. Там даже не один, а давайте трое детей, представляете? И то есть, чтобы им не передвигаться на общественном транспорте, естественно, они будут передвигаться на автомобиле по Сочи. Там пробки, вот это вот все, конечно, сейчас начнется. Но, тем не менее, это не так страшно. Тем более, если по дублеру ехать, а если уж тем более заселиться где-нибудь в Мацесте, это вообще будет шик, блеск, красота. Будете ходить пешком и наслаждаться. Если даже вы пешком не будете ходить, приехали, на парковку прям поставили, и вы с этими кругами, с этими фламинго, вы не будете идти там по 2 километра по жаре. Вы уже будете идти спокойно со своими детьми. Буквально 2 минуты здесь прошли, и все, и вы пришли на пляж. Все, ну красота ведь. Так, дорогие друзья, ну а я с вами прощаюсь. Вот такой небольшой, короткий у нас получился с вами обзор. Я вас приглашаю в Мацесту. Приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь этим Черным морем. Все, я вам говорю всем пока-пока, и до новых встреч в городе-курорте Сочи. Обязательно поставьте лайк под видео, напишите комментарий, мне будет очень-очень приятно. Я извиняюсь, что у меня одна рука, а не две. И я вам ставлю тоже лайк, и заранее вас благодарю за любой комментарий. Марина, спасибо, Марина, очень любим тебя, не любим тебя. Вообще, что угодно, хоть точку, запятую, смайлик ставьте мне, либо этому прекрасному Черному море. Оно вас ждет и очень хочет вас обнять своим ласковым полотном, будем так говорить. Все, друзья, всем пока-пока, подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. И еще раз говорю, если вам нужен будет надежный человек в городе-курорте Сочи, который найдет вам вариант жилья, обращайтесь, я вам дам контакт. Все, всем пока-пока. Короче, всем пока.